И мы дошли до пятой волны. Я называю это «Пороческая пауза и выводы». И как вы помните, мы говорили о том, что первая половина книги Исаии говорит об истории в основном. И Бог развивает пророческий процесс. И мы рассмотрели внутренние и внешние конфликты. Есть причина, по которой я хочу начинать занятия, когда все здесь присутствуют. Эта часть Исаии – одна из самых важных частей разделов. Этот раздел настолько важен, он находится в трех местах Библии. Второе царство, глава 18-20. Также второе параллель Паминон 29-32. Вы знаете, почему три раза это повторяется в Библии? И вы знаете, что Библия говорит о восстановлении Скинии Давида. И три служения были восстановлены в Скинии Давида. «Цари, пророки и священники». Во втором царстве мы видим перспективу царей. Во втором параллель Паминон – перспектива священников. И в Исаии – перспектива пророков. Три различные перспективы или точки зрения. Поэтому это важный раздел. Я называю это пророческая пауза и выводы. Потому что это является как бы мостом между первой половиной Книги Исаии и второй половиной. И как мы говорили о внутренних и внешних перспективах или внутренних и внешних проблемах, конфликтах. И начиная с 40 главы Исаии, Книги Исаии, видим подготовку к пришествию Мессии. Поэтому Бог приготавливает нас к искуплению. И прежде чем перейти к искуплению Мессии, нам нужно сделать паузу или пройти испытание. И знаете, что прежде чем перейти на следующий уровень, нужно оценить то, где вы находитесь сейчас. Поэтому первые 39 главы – это миниатюрный обзор Ветхого Завета. И с 40 по 66 главы – это краткий обзор Нового Завета. Первые 39 главы – это историческая перспектива. И в следующих 27 главах – пророческая перспектива. Вначале видим, как Бог ищет Свой народ Завета. Затем Бог обещает новые взаимоотношения. И поэтому вначале Бог нас исправляет, судит. И затем Он дает нам надежду искупления, спасения. Вначале Бог обращается к народу, который безразличен им все равно. И затем мы видим, как в сердце Бога есть сострадание, и Он достигает народ. Поэтому происходит пробел такой между историческим прошлым и мессианской перспективой. И мы видим, как Бог будет использовать Египет, Осирию и Вавилон. И благодаря этим трех народам Он показывает нечто в нашем человеческом состоянии, положении. И Бог использует эти критические связи, чтобы соединить первое послание и второе послание. Кроме того, чтобы использовать Вавилон, Осирию и Египет, также Бог использует Осирию и Осирию, чтобы донести свои слова. И Бог испытывает нас, проводит экзамен, чтобы проверить, сможем ли мы идти дальше, либо останемся там, где мы есть. Он хочет посмотреть, готовы ли мы изменить наше направление, потому что хотим приспособиться, сделать необходимые корректировки. И мы видим, что в сердце Езеки были некоторые нерешенные проблемы. Некоторые вещи были глубоко скрыты в его сердце. И Бог открывает это, разоблачает все скрытое в нашем сердце. И у всех у нас в сердце есть некоторые вопросы, которые хочет Бог разоблачить, чтобы навсегда с этим решить, покончить. И здесь, на примере Езеки, существует видно три примера испытаний. Он будет испытывать то, о чем мы говорим до настоящего момента. Будет проверка на истинность. Проверка на послушание. И проверка веры. Поэтому откройте 36 главу. Мы немножко почитаем здесь, потому что это очень важное послание. И было 14-й год царя Езеки, и пошел Синахирим, царь ассирийский, против всех укрепленных ордов Иудеи и взял их. И видите, что в то время Ассирия – это доминирующее государство. И царь ассирийский посылает своих представителей к Езеки. И это послание описано в 4-м стихе. И сказал им Рабсак, скажите Езеки, так говорит царь великий, царь ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны советы силы. И так, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот ты думаешь, опереться на Египет, на эту трость надломленную, если кто опрется на нее, войдет в руку и проколет ее. Таков фараон, царь египетский, для всех уповающих на него. То есть он говорит, что они больше надеялись на фараона, на Египет, чем на Бога. Потому что они ожидали покровительства Египта в их войне против Ассирии. И поскольку в то время Ассирия вторгалась в Израиль. И вместо того, чтобы вызвали Богу, они пытались создать союз вместе с Египтом. И поэтому он бросает вызов Езеки и говорит, ну что, на кого ты надеешься вообще? И поэтому на седьмом стихе сказано, Если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы упываем, то не того ли, которого высоты жертвенники отменили Зекия? И сказал Иуде Иерусалиму, пред силы только жертвенникам поклоняйтесь. Он насмехался над Богом. Поскольку в то время Езеки, в принципе, проводил хорошие такие реформы. И он разрушил жертвенники, где поклонялись чужим богам. И осирийцы подумали наоборот, что Езеки разрушил жертвенники, где они поклоняются Богу истинному. То есть он думает, что Езеки людей от Бога отвращает. Царь Осирийский глубоко ошибался. И он говорит в восьмом стихе, Итак, вступи в союз с господином моим, царем осирийским. Я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них? То есть говорит, ну, давайте на Осирию больше надейтесь, чем на Бога. Мы продолжаем дальше, в 37 главе. И Езеки правильно отреагирует в эту ситуацию. И мы видим, что он исповедуется, и он хвалит Бога. Когда услышал этот царь и зеки, то раздрал одежду свои и покрылся влетищем, и пошел в дом Господень. То есть он принимает соответствующее положение, положение плача. И он смиряет себя. И он посылает священника к пророку Исаия. И вот какие слова он передает пророку. В третьем стихе. Так говорит Езеки. Так говорит Езеки. Он видит, что люди попали в сложности. И что происходит богохольство на Бога. И сравнивает эту ситуацию с женщиной, которая уже готова родить. И он говорит, что она готова родить, но нет силы родить. Поэтому он начинает молиться за остаток. И Исаия возвращается с посланием. И он говорит, так скажите Господину вашему, так говорит Господь. Так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня, слови царя ассирийского. И в седьмом стихе мы видим обетование Бога. Он говорит, что я послужу его мечом в земле. И он услышит революция и вернет в его собственную землю. И я послужу его к нему 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 к нему. И Бог исполняет Своё Слово. И мы видим также, что царь Эфиопия начинает войну со Сирией. И в десятом стихе очень важно. Он говорит, так скажите Езекии, царю иудейскому. Пусть не обманывает тебя Бог твой, на которого ты уповаешь, думая, не будет отдан Иерусалим в руки царя ассирийского. Вот ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на них заклятие. Ты ли уцелеешь? Видите, это высокомерие царя ассирийского. Он попытался поместить Бога на том же уровне, что и другие лжебоги других народов. И именно на это Бог реагирует. И мы здесь видим в четырнадцатом стихе. Взял Езекия письмо из руки послов и прочитал его. И пошел в дом Господен, и развернул его, Езекия, перед лицем Господним. Помните, как езекия всякий раз принимает какое-то послание, весть, и он потом обращается к Богу в молитве. Поэтому он правильно реагирует. И вот смотрите, как он молится в пятнадцатом стихе. И молился Езекия перед лицем Господним и говорил. «Господи, слава Бога, Божий Израиль, сидящий на Херувимах, Ты один, Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Синахерима, который послал, поносит Тебя Бога Живого». Самое важное в молитве он признает, что против Бога это происходит. Он не просто молился о себе. И он не просто говорил, что они против нас вышли. Но молился он таким же образом, как Давид и Илья. Так как они говорили, они насмехаются над Тобой. Помните, когда Давид против Голиафа вышел, такие слова он говорил. Он говорит, что ты насмехаешься над Богом Израиля, и твой труп посклюют птицы. И Илья также молился. Он говорит, что нет Бога в Израиле, только ты один Бог. Поэтому, когда мы молимся, нужно признать, во-первых, что только Бог один есть Бог. И что враг не выходит против нас, он выходит против Бога. И в 20 стихе говорится, «И ныне Господи Божий наш, спаси нас от руки Его, и узнай от всей Царства Земли, что Ты, Господи, Бог один». Нам также так надо молиться. И давайте посмотрим, как Бог отвечает на такую молитву. В 21 стихе видим. Так говорит Господь Бог Израилев, «О чем Ты молился мне против Синахирима, царя ассирийского?» То слово, которое Господь изрек о Нем. И помните, как в последних главах мы рассматривали суд Бога над различными народами. И что здесь Бог услышал молитву о Зекии, и Он проведет свой суд над Ассирией. И в 23 стихе Он говорит, «Кого Ты порицал и поносил, и на кого возвысил голос и поднял так высоко глаза Твои на Святого Израилева?» И поэтому мы видим, что Бог против Синахирима, потому что Бог осознает, что Когорец Ассирии благословил Бога. И Бог против него, поскольку Бог видит, тот царь ассирийский, богохульствовал. И в 24 стихе Он говорит, что тот делает. «Со множеством колесниц Майхель зашел на высоту гор, на ребра Ливана, и срубил рослые кедры его, отличные кипарисы, пришел на самую вершину его, в рощу сада его». То есть, что делал царь ассирийский своей силой, по своей силе. И затем в 26 стихе Бог говорит, что это Он, кто дал ему силу. И Он говорит, в 26 стихе, «Разве не слышал ты, что я издавна сделал это? и в древние дни предначертал это, а ныне выполнил тем, что ты опустошаешь крепкие города, превращая их в груды развалин». То есть, Бог говорит царю ассирийскому, «Я тебе давал силу, я тебе позволил исправлять Мой народ». И Он использовал ассирийцев как орудие Божьей дисциплины, наказания. Следующий, 28 стих. Он говорит, «Сядешь ли ты, выйдешь ли, войдешь ли, я знаю все, знаю, дерзанность твою против меня, за твою дерзанность против меня, за то, что над меня твое дошло до ушей моих». А, это важно, мы возвращаемся к 27 стиху. И жители их сделали маломощны, трепещут, остаются в стыде. Они стали как трава на поле и нежная зелень. То есть, ты уничтожил народ, прежде чем они смогли вырасти и окрепнуть. Иногда вы тоже чувствуете, что не можете выйти из ловушки, в которую попали. И что вас как бы подрубили или же выдернули коврик из-под ваших ног. Прежде чем даже успеть что-либо сделать, враг выходит против вас. Похоже на то, когда разбираются два ребенка, один из них такой, как бы постоянно притесняет остальных. И в этом же он обвиняет царя сирийского. И поэтому Бог вложит кольцо в ноздри его и уведет его. Возвратит его назад той же дорогой, к которой он пришел. И в 30 стихе дает обещание Язеки. И дает историю, история, которая будет происходить на продолжение трех лет. Допустим, в бизнесе существует трехлетний план. И теперь Бог являет свой трехлетний план. И это в 30 стихе. И вот тебе зякие знамения. Ешьте в этот год выросшие от упавшего зерна. И на другой год самородное. И на третий год сейте и жните. И садите виноградные сады и ешьте плоды их. То есть первый и второй год в основном вы будете расти. И на третий год вы будете сеять и пожинать. Похоже даже на ваш двухлетний план обучения в школе. Бог дает вам уроки, и вы растете. И на следующий год вы будете сеять семена и пожинать. И затем, что сказано в 31 стихе. И уцелевший в доме Иудином остаток пустит опять корень внизу и принесет плод вверху. Видите ли вы, что с течением времени ваши корни будут уходить более глубоко. Так же как в сравнении с деревом. Время идет, оно пускает корни, растет, затем приносит много плодов. И Бог хочет, чтобы мы так же выросли и стали крепкими деревьями праведности. Потому что Он хочет, чтобы все мы приносили хорошие плоды. И поэтому, что Он говорит в 34 стихе, суд против врага. В 35 стихе, я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради себя и ради Давида, раба моего. И как мы сказали, что Бога есть план для Одессы так же. Таким же образом Он хочет всех врагов прогнать. Чтобы мы смогли приносить добрые плоды. Не только ради Давида, но также ради Царства Божьего. И Давид также дает нам эту картину, образ Мессии. Не только ради Давида, но ради Мессии. И мы видим, что Бог Своё Слово воплощает. В 36 стихе. И вышел Ангел Господень и поразил встание ассирийском 185 тысяч человек. И встали по утру, и вот все тела мертвые. Поэтому 37 стих. И отступил и пошел, и возвратился в Синахирин, царь ассирийский, жил в Ниневе. И затем в 38 стихе. И когда он поклонялся в доме Несроха Бога Своего, Адрамелех и Шарицер, сыновья его, убили его мечом, а сами убежали в землю Араратскую. И воцарился Сардан, сын его вместо него. Очень важное мы здесь видим. Поскольку враг выходит против Божьего народа. То первое испытание, которое мы проходим, это испытание такое же, как и у Езекии. Ему нужно было признать истину. Истина в том, что Бог позволил ассирианам прийти против их народа из-за того, что этот народ надеялся на Египет. Поэтому он прошел, он сдал этот экзамен на истинность. Он исповедовал истину. Благодаря исповеданию истину, молитве и Богу прослушанию, Бог прогнал врагов. Судил врагов и поразил врагов. Интересно, каким образом Бог судит врагов. То есть враг поразил сам себя. Нам не нужно бороться против врагов, сражаться. Как говорит Писание, что битва Господня. Если мы в смирении, и мы исповедуем истину, мы молимся Богу, он позаботится о врагах. Враг сам себя поразит. Подумайте о ситуациях, в которые вы сейчас вовлечены. И, возможно, вы хотите бороться против врага. То есть я хочу бороться против тех людей, которые мой багаж где-то засунули. Я хочу им сказать это, я хочу им сказать это, я хочу им сказать это. Я вообще хочу все высказать. Я должен доверять Богу, что Бог о них позаботится и найдет мой багаж. Аминь. 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 Итак, мы видим, что Езекио прошел первое испытание. И теперь начинается второе испытание в его жизни. Второе испытание, 38 глава. То есть придет время, когда Езекио заболеет. В те дни Езекио заболел смертельно. И Исаия говорит ему, так говорит Господь, сделай завещание для льдома твоего, ибо ты умрешь, не выздоровеешь. Интересно звучит, ну, в английском языке, то есть приведи свой дом в порядок. В русском языке, сделай завещание. Не завещание, но, кем вы оставите свою родину. Окей. И это случилось. Он был оставить свою родину для своего сына. То есть он хотел, он планировал оставлять свое наследство своему сыну. И нам нужно увидеть больше, чем просто это буквальное послание. Другими словами, после того, как мы завершили свое дело, кто-то другой будет продолжать его. И то есть он говорит, приготовься, чтобы твой сын занял твое место. И так же, как мы других людей обучаем, чтобы они смогли потом продолжать дело. Езекиа, как он реагирует? Он хочет жить еще. И во втором стихе Езекиа отвратился лицем к стене и молился Господу. И напоминает Богу все то, что он делал. Он говорит, вспомни, что я ходил перед лицом твоим верно и с преданным тебе сердцем, и делал угодно в очах твоих. Как вы думаете, может быть, Езекиа немножко хвастался? Я не думаю. То есть он говорил Богу, я же был послушным и делал все то, что ты меня просил делать. И он просил Бога, чтобы тот дал ему больше времени и возможности делать больше для Бога. И Бог признает, да, у него больше план есть. И что у него есть еще некоторые дела для Езекиа. И он говорит в пятом стихе. Я услышал молитву твою и видел слезы твои. Вот я прибавлю к ням твоим пятнадцать лет. И от руки царя ассирийского спасут тебя город сей, защищу город сей. И его знамение от Господа, что Господь исполнит слово, которое он изрек. Вот я возвращу назад на десять ступеней солнечную тень, которая пришла по ступеням Ахазовым. И возвратилось солнце на десять ступеней по ступеням, по которым оно сходило. Бог возвратил время назад и прибавил жизни Езеки. И вот Езекиа в десятом стихе говорит. Он говорит. Он говорит. Он говорит. Он не Localized, иона не хотел умирать. Он говорит. Он сказал, что я не увидал я, Бог на земле живых. Он говорит. Он говорит и говорит. и он благодарен Богу. Но он говорит что-то очень важное в 15 стихе. Он сказал мне, он сказал мне, он и сделал. Тихо буду проводить все годы жизни моей, помня горе с души моей. И 16 стих тоже очень важный. Он научился важному уроку. О, Господи, так живут и во всем этом, и жизнь моего Духа. Ты исцелишь меня, даруешь мне жизнь. Вот во благо мне была сильная горесть. И ты избавил душу мою. Он говорит, но ты любовно вырвели мою душу из святого корруппы, и ты вырвели все мои грехи за хребет. Ты избавил душу мою от рва по гибели, бросил все грехи мои за хребет свой. Он признает, что люди также должны жить осознанием этого. Что Бог хочет нашей жизни, чтобы мы жили, но также, чтобы мы признавали наши грехи.